здравствуйте дорогие друзья гости и подписчики моего канала в этом видео я вам покажу такой обзорный ролик о ежевике сегодня 14 июля и у меня созрела первая ежевика ну а созревшие ежевики я вам расскажу в конце ролика а вначале я пробегусь по сортам которые я успешно выращиваю в московской области которые хорошо созревают в разные сроки в более ранние более поздние и хорошо зимуют под укрытием и так я начну с такого сорта уже старого но хорошо известного можно сказать промышленный сорт очень с высокой продуктивностью с богатыми урожаями это всем хорошо известный сорт торт торнфри у него ну можно сказать бешеные сумасшедшие какая-то производительность ягоды очень много он выдает урожая и много выдает побега в замещении что тоже важно при вращении ежевики то есть это те побеги замещения которые на следующий год будут тоже давать урожай хорошо зимует под укрытием но и особо не болеет бывает конечно нападает на него антракноз но при одной профилактической обработки ранней весной он в принципе практически не болеет в условиях московской области второй сорт очень похожий на торнфри он не здесь рядом прям растет он называется black satin тоже промышленный сорт ягода сладко кислая созревает где-то она примерно ближе к сентябрю также и сортом торнфри единственное если стоит жаркая погода жаркое лето может созреть в конце августа но до наступления холодов и заморозков успей успевает отдавать что торнфри что black satin огромное количество урожая сегодня 14 июля как я уже сказал ягодка еще не созрела но я думаю первые созревшие ягоды будут скажем в августе в середине надеюсь если будет тепло здесь кустик тоже торнфри вот так вот у меня растет рядом торнфри и black satin black satin тоже хорошо зимует под укрытием и также он практически ничем не болеет при одной профилактической обработки единственно бывает нападают вредители об этом я уже снимал основной вредитель у меня это вот это вот малиновая муха которая губит молодые побеги ежевики с ней надо бороться как бороться с малиновой мухой меня тоже есть отдельный ролик кому интересно в конце этого видео будет приложена ссылочка очень действенный эффективный способ black satin дает большое количество побегов замещения то есть те побеги которые будут на следующий год и ведь у меня урожай очень много он даже можно сказать перегружен и все равно на нем много побегов замещения давайте перейдем к другим сортам следующий очень хороший сорт он мне очень нравится называется тройная корона или triple triple crown еще в английском по-английски так называется triple crown по-русски тройная корона очень хороший сорт некоторые еще у него цветут вот видите цветочки многие уже вот такие вот ягодки завязались отличный сорт обладает сладко кислым вкусом и таким я бы сказал средним сроком созревания на уровне торнфри то есть конец августа начало сентября очень он большое количество ягод дает и также он дает большое количество замещающих побегов что в принципе хорошо его легко размножать то есть можно с одного куста верхушками укоренить большое количество саженцев на следующий год следующий сорт вам показываю это джамба джамба ведь уже созрели первые ягодки очень сладкая ежевика ягодка еще даже не полностью созрела я уже сладкой то есть ней изначально мало кислоты единственный минус вот она дает маг мало побегов восстановления замещения вот он молодой побег всего лишь один выдал больше пока нет это первое его плодоношение ягодок пока немного в общем сорт я это изучаю и как бы пока ним не могу ничего сказать то что он зимует хорошо под укрытием не болеет и обработку я делал вот малиновые мухи от вредителя сладкая ягода созревает джамба условиях московской области вот первую ягодку середине лета при условии теплого лета я думаю если лето холодное то в августе точно он начнет созревать и отдавать первый урожай сорт джамба следующий сорт астерина астерина вот такой он высокий у меня кустик тоже первый год он плодоносит ну вот у него один побег замещения тоже он выдает всего лишь один если этот побег погибнет то на следующий год урожая не будет вот в этом конечно кроется такая вот опасность выращивание такого сорта возможно из-за того что у меня кустик молодой со временем они будут я думаю больше выдавать побега в замещение но как видите еще астерина не созрела как говорят по отзывам тоже сладкая ягода без кислоты ну будем изучать и далее его исследовать следующий сорт это небеса могут подождать я чувствую это очень производительный по ягоде сорт посмотрите все увешано ягодах вот очень много латералов у него с ягодами латерал это веточки которые несут урожай на ежевике смотрите сколько на нем много урожая и очень очень красиво декоративно смотрится такая ягода на со временем она почернеет но я думаю в августе созреет первую ягодка по моим первым впечатлениям этот сорт очень большая производительность по урожаю него очень большая урожайность но также вот побег замещения только один вижу и ежевика вот обратить внимание на не очень высокая вот сейчас высота этого кустика где-то метр шестьдесят всего в отличие от астерины который высокой такой побег и в отличие от triple crown у которого ветки по 4 и 5 метров в длину лоза практически как у винограда вот такой вот интересный сорт небеса могут подождать по отзывам кто выращивает эту ягоду она обладает тоже очень хорошим вкусом ежевичным зимует московской области хорошо под укрытием делал одну профилактическую обработку ну и как наконец сорт который меня созрел самым первым самым быстрым он обладает самой крупной ягодой вот смотрите какая крупная ягода сейчас меня замерим и взвесим сорт называется на час такие замечательные крупные ягодки урожайность у него не очень высокая но он очень крупноплодный вкус хороший сладко кислый хорошо зимует под укрытием дает не очень много я бы сказал побега в замещении нот в этом году у меня всего лишь по моему здесь три я надеюсь что они хорошо сохранятся перезимуют и на следующий год будет также хороший урожай сейчас я сорву ягодку такая вот ягодка сейчас мы ее с коробочком спичек сравним и взвесим так ну вот смотрите по сравнению с коробком как выглядит ягодка крупная я думаю что при хорошем уходе она бывает еще крупнее я просто не очень много подкормок носил ядом если ее хорошо накормить она будет еще крупнее но вот 11,7 грамма я думаю что ягода может быть и больше и 12 грамм и 13 ну вот у меня вот такая вот ягодка московской области напоминаю средней полосе вкус у начи за отличный очень не нравится этот сорт его легко собирать ягодки хорошо отстают вместе с плодоножкой очень хорошая ягода всем советую этот сорт отличная ежевика и очень рано созревает вообще этот сорт это находка для условий средней классы для московской области сорт начос я бы сказал один из лучших для дачных участков возможно он не промышленный из за садите несколько кустов ну скажем 3-4 куста но вы себя заводите ежевикой потому что он будет плодоносить середины лета и до самых заморозков смотрите сколько у него еще висит ягод несозревших большое количество сейчас с другой стороны покажу созревает неравномерно но ягод очень много вот какая крупная ягодка смотрите ну вот дорогие друзья сегодня я вам показал обзор своих сортов ежевики у меня часто спрашивают саженцы да я выращиваю небольшое количество саженцев но почты я их не высылаю для московского региона до бывают у меня саженцы прошлом ролике я тоже показывал два отличных саженцы ежевики но как понимаете они у меня очень быстро расходятся поэтому если вас интересуют саженцы ежевики вы находите в московской области вы можете заранее со мной связаться по телефону который будет указан под этим роликом и я вам укореню ежевику при такой возможности на этом дорогие друзья пока все не забудьте подписаться на канал до новых встреч всем хорошего пока пока